всем привет друзья с вами был нарез мы продолжаем проходить визуальную новеллу и в прошлой серии с горем пополам наконец-таки прочитали весь этот дневник все эти записи вольганга и теперь задаемся вопросом что имел он в виду пока писал это помнит ли он об этом сейчас одно я понял первой в специальном отряде появилась дорис вслед за ней вольгану а только потом там оказались все остальные нужна ли мне эта информация пригодится ли она в расследовании не знаю но дневник помог мне лучше понять вольганга внезапно дверь отворилась так я дернулся и судорожно спрятался под мешки послышались шаги босых мог я притаился чтобы лучше видеть происходящее проделал небольшую щель между двумя мешками я сжался в неудобной позе заныли коленки здесь кто-нибудь есть спросил яков в ночном посетителе я узнал якова если попадусь мне конец хоть мы договорились и сотрудничестве я не думал что он одобрит мой поступок все-таки он знал вольганга куда дольше моего и относился к нему лучше чем ко мне к тому же я все еще в нем сомневался почему яков согласился помогать вдруг он планирует подставить мне или сдать вагнеру нет пусть уж лучше никто не знает по крайней мере какое-то время рука сжимов шедневник вспотела я не рисковал отложите его чтобы шорохом не привлечь внимание босые ноги затоптали в мою сторону спина заныла то ли из-за неудобной позы то ли от страха на всякий случай я сделал щель между мешками по ужин яков подошел к окну он был в пижаме но не выглядел сонным разве что чуть-чуть растрепанным черные круги под глазами казалось стали еще темнее он глянул в окно потом его голова повернулась в мою сторону а глаза уставились в щель через которую на него смотрел я он видит меня я надеялся что тень от мешка скрывает мое лицо ну хуй там уголки губ якова ползли вверх но ненадолго стоило им чуть-чуть приподняться как они сразу же рухнули вниз потом он вдруг отвернулся и быстрым шагом направился к выходу дверь хлопнула что это значит для верности я выждал пару минут а потом выбрался наружу тело заныло когда я разогнулся пора быстро возвращаться в спальню вполне возможно яков ищет меня по всей казанке наверняка он обнаружил что кровать под ним пустует я спрятал дневник под рубашку и прижал его к животу резинкой штанов подошел к двери приоткрыл ее она тихо скрипнула в образовавшемся проеме показался пустой коридор я просунул голову и посмотрел сначала влево потом вправо и замер я не удивлен прямо за дверью стоял яков и со злой смешкой смотрел на меня я ждал тебя мистер шпион не моргая я уставился в его черные глаза улыбка сияла самодовольством а взгляд не предвещал ничего хорошего мысли путались приходящие в голову идеи казались бестолковыми может убежать и сделать вид что я сплю не получится нужно прежде вернуть дневник а я не успею потому что яков точно этого не позволит а вдруг он сейчас закричит бага разозлится если узнает что я использую настолько рискованные методы черт мне нравится твое испуганное лицо но она говорит что я застал тебя на месте преступления выходит с самого начала все мои догадки были правильными а если просто улечься спать на утро его слова не воспримут серьезно подумают что это очередная выдумка пожалуй так и сделаю я открыл дверь пошире и сделал шаг в коридор яков быстро отскочил в секунду в его руке оказался револьвер он направил его в мою сторону я замер что ты делаешь самооборона я знал о твоих планах поэтому позаботился о своей безопасности разве шпионов этому не учат я не шпион еще какой шпион я видел как ты трусливо крал увольвер дневник он же там блять у нас спалил ребят яков кивком указал на мой живот я опустил глаза и заметил прямоугольную выпуклость под одеждой спорить бесполезно иди за мной я все объясню я зашел в костылянную приблизился к окну и положил дневник на подоконник яков не сразу последовал за мной я наблюдал с какой тщательностью он осматривал дверь оглядывал полки проводил дугом револьвера по столу опасаясь расставленных мной ловушек неужели он самом деле верил своим нелепым страхом наконец он стал рядом со мной и с угрозой прокрутила револьвер на пальцы я умею обращаться с этой штукой если будешь подозрительно себя вести я ее воспользуюсь я сглотнул меня не страшили угрозы якова скорее пугала его непредсказуемость я не знал как вести себя не навлекая лишний раз косых взглядов тебе не придется этого делать сейчас сам все поймешь я скосил глаза на дневник вольвера и яков проследив за моим взглядом посмотрел туда же там есть что-то про меня планы по ликвидации лагеря свержение командира а потом генерала или он признается что не страдает провалами в память там ничего такого нет возможно ты не умеешь читать между строк очень странно что именно тебя выбрали в шпионы да ты заебал я вовсе не шпион наверное в моем голосе проскользнуло сомнений и яков это почувствовал ты много врешь он потянулся к дневнику вольфганда ты собираешься его прочитать естественно ты же не думал что я поверю на слово вольфгангу это не понравится двойные стандарты ты нема сам-то ты заглядывал туда он был прав с этим не поспоришь вольфганг переживет ты же ему не расскажешь яков красноречиво на меня посмотрел будешь молчать о том что я тоже его читал зависит от содержимого я нахмурился наверное именно так выглядело до якова ключ у меня так открой ну если согласишься я не успел договорить как яков наставил на меня револьвер и понял брови у меня не осталось выбора я открыл замок яков не вчитываясь перелистывал страницы возможно он выискивал любое упоминание своего имени вскоре он отложил дневник я бы хотел задать вопрос интересный для меня очень ты говорил что хочешь помочь с расследованием убийства верно я хочу знать почему ты согласился это окажется подозрительным ну вот я заговорил совсем как яков он тоже это заметил нахмурился и выставился на свои руки я же говорил меня интересуют твои мотивы я хочу знать все твои тайны но какое тебе до них дело скажем ради моей же безопасности ты настолько мне не доверяешь что готов помочь лишь бы узнать правду а если просчитаешься яков медленно покачал головой или ты слишком самоуверен что задаешь такие вопросы или глуп или в самом деле нихера не знаешь возможно есть что-то еще он вздохнул я наблюдаю за тобой но пока не могу понять что ты за человек ты ведешь себя необычно и противоречиво ты что-то недоговариваешь а что необычного в моем поведении ты плохой шпион и выдаешь себя рычешь по всей казарме вынюхиваешь расспрашиваешь обернаде шульце но в то же время пытаешься найти со всеми общий язык однако ты спас меня во время разведки я был удивлен мне казалось ты был заинтересован в выполнении задания скорее всего ты пытаешься втереться к нам доверие чтобы пока я не разобрался яков нахмурился переплетая пальцы рук и разглядывая свои ладони я осторожно кивнул кажется я тебя понимаю но не обольщайся ты меня не запутаешь я обязательно во всем разберусь он поднял взгляд на меня еще я хочу знать что за всем этим стоит смысле кто преступник не только это мне интересно к чему привело убийство какие силы она активизировала и как ты к нему причастен и я все еще жду объяснений почему ты расследуешь убийство бернарда шульца но прежде попробуй объяснить это я спрятал руку за спину через секунду вытащил сложенный в четверо листок затем развернул его и я замер скорее всего ребята это та самая листовка да 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 это именно она он держал объявление о моем розыске где ты это взял в твоем кармане кто тебя разыскивает и зачем понятия не имею правда в отчаянии я слишком громко произнес последнее слово и опомнившись быстро посмотрел в сторону двери ничего из-за амнезии да что же делать может спросить у командира это поможет ему поскорее выяснить кто ты или боишься что правда заставит его пересмотреть желание тебя опекать я промолчал а а потом рванул вперед чтобы выдернуть листовку из пальцев якова что-то ледяное уткнулось мне живот это было дуло револьвера так не пойдет я отступил это было в кабине грузовика меня ищут на той стороне я не знаю что натворил совершенно ничего не помню я снова отвернулся к окну и крепко сжал зубы стараясь взять себя в руки яков разглядывал меня я чувствовал как он изучает каждый миллиметр моего лица пытаясь найти в нем что-то подозрительное что же такого ты мог натворить судя по всему ничего хорошего раз меня ищут а может наоборот ты им нужен он задумался гадать бесполезно все равно вагнер обещает узнать про меня но пока он не торопится этого делать все не так просто или он в этом не заинтересован мы заболчали из приоткрытого окна доносились тихие звуки стрек от сверчков уханье ночных птиц кваканье жаб и шерест листвы я оставлю листовку себе она еще пригодится может отдашь мне ни за что вернемся к первоначальной теме нашей беседы я все еще жду объяснений почему ты расследуешь убийство бернарда шульца как мне быть как ну давайте ему скажем правду мне кажется что все-таки яков как бы он подозрителен не был все-таки он как-то нам поближе будет чем наш начальник поэтому скажем правду что мы работаем на начальство я развернулся к окну и выставился на тонкие стебли деревьев за стеклом нужно подобрать слова чтобы мое откровение не слишком разозлило якова бросив быстрый взгляд на меня он прислонился плечом к одной из полок и посмотрел в том же направлении что я в чем дело бернард шульц интересует меня не просто так я расследую его убийство ищу преступника ясное дело но зачем это тебе я вздохнул ладони начали потеть я делаю это не для себя меня попросил вагнер яков нахмурился а я продолжил не только это он приказал мне смотреть за вами шпионить с самого начала да не совсем у меня правда амнезии я пришел сюда не ради шпионажа и не стал бы этим заниматься если бы не просьба вагнера ты мог отказаться нет его просьба звучала как приказ я не мог отказаться яков помолчал кажется он был удивлен и несколько озадачен я не торопил его и собирался с мыслями поэтому тебя прикрывает да и до кого-то успел донести на некоторых ничего серьезного я не сказал ведь плохо вас знаю яков нахмурился я подожди мне надо подумать может прямо сейчас ты пытаешься меня запутать я не он приложил палец губам я умолк по лицу якова читалось насколько сильно он был напряжен почему ты все-таки рассказал мне об этом знает ли кто-то еще нет никто вагнер запретил рассказывать расследование должно проводиться тайна я тебе рассказал мне кажется ты знаешь куда больше чем говоришь яков поднял брови и с нес раскрываемой иронии посмотрел на меня ты ходишь по казарме настойчиво расспрашиваешь оберна ли шульце в любое время дня посещаешь архив и полагая что хорошо выполняешь приказ о секретности да знаю без меня получается хирург детектив возможно я я не успел договорить меня перебил яков ты больше похож на солдата не на детектива нема это очевидно возможно но для солдата я не очень выносливый думаешь при нападении на наш лагерь ты неплохо сражался может сказался шок на тренировке я чувствую себя слабым и не поспеваю за другими солдатами наверное сержант лемон значительно строже трениров других частей сомневаюсь нормативы везде одинаковые теперь настала моя очередь задавать вопросы почему ваш отряд называется специальным яков муроу ставился на меня некоторое время пристально рассматривал а потом неожиданно выпалил я бы хотел чтобы ты мог нам с этим разобраться я опешил с чем со специальным отрядом ты серьезно хочешь сказать что сам этого не знаешь я так не говорил мы замолчали разглядывая друг друга и пытаясь понять что происходило в чужой голове через некоторое время яков снова задал несколько наводящих вопросов о моей сделке с вагнером иногда он их переформулировал наверное стараясь проверить правду ли я говорю мои ответы были честными я почти слово в пересказал нашу с вагнером беседу признался где спрятал фотографию с протоколом который получил от командира и поделился своими мыслями наконец я рассказал ему все яков то и дело хмурился крутил в руках револьвер будто борясь желанием прицелиться в меня я не мог понять верил ли он мне или искал лазейку для привычного подозрения еще вагнер сказал что вы следите за мной и все ему докладывать так и есть преданный своему делу оливер записывает каждый наш шаг но у него такая работа да не он ею наслаждается яков немного помолчал элиэс предполагает что командир что-то о тебе знает я нахмурился не буду скрывать мне приятно что ты сам решил открыться это не свойственно шпионам разве что очень плохим я ценю это правда выходит я плохой шпион и детектив тоже или наоборот очень хороший яков поднял брови из подлобья посмотрел на меня лунный свет мягко обволакивал его лицо и оставлял яркие блики на взъерушенных волосах на короткий миг показалось будто его глаза просветлели но присмотревшись внимательнее я заметил что это всего лишь игра света глаза якова оставались черными и смотрели прямо в мое утро я поежился мне не нравится что повсюду столько интриг стоит разгадать одну как появляется следующее может большинство из них ты сам выдумываешь нет я пытаюсь предупредить беду чтобы разобраться в чужих интригах приходится плести свои ну как сейчас вместе с тобой я помолчал а потом решил немного польстить якова чтобы расположить его к себе странно из всех людей именно ты разгадал кто я но тем не менее согласился мне помочь он тут же попался на мое лесть я же говорил что вижу тебя насквозь это всех касается почему ты никому не веришь с тобой случалось что-то плохое прежде яков прищурился какая разница да нет ничего такого просто хочется чтобы ты тоже поделился со мной секретами в обмен на те что я тебе рассказал я предложил помощь этого вполне достаточно моя дедукция тебе необходимо а мое прошлое не имеет к делу никакого отношения разговаривать его не получилось он мне не доверяет я положил руку якова на плечо словно желая предотвратить его возможное бегство ты же сделал это специально верно о чем ты разведки ты испачкал вражескую униформу чтобы не ехать в их лагерь а я говорил ребята вспомните я говорил я тебя не ой да ладно ладно тебе пиздеть то но я его не слушал на кого ты оттуда кого-то оттуда знаешь или испугался ты несешь чушь значит я прав у тебя в голове нарушена логическая цепочка если ошибаюсь расскажу свою версию я впился в якого глазами не позволю себя обмануть он тоже уставился с вызовом словно вот-вот одержит надо мной победу люблю войну и сражаться ненавижу будь я в другой реальности я бы сбежал и от войны и от людей и вообще ото всех я кивнул мне тоже не нравится война но я еще не понял от чего стоит бежать пока только гоняю за своими воспоминаниями мне неважно какую цену придется заплатить чтобы их вернуть яков ухмыльнулся тебе проще начать новую жизнь и создать нового себя чем гоняться за прошлым я не ищу легких путей я хочу продолжить жизнь а не начинать ее то есть если ты узнаешь что пришел сюда со стороны врага вернешься обратно даже если проникнешься нашей философией я и я растерялся да скорее всего вернусь и ты убьешь меня убьешь оливера ганса элиаса руф и так далее я не собираюсь такого делать тогда позволишь это сделать другим ничего подобного хватит яков сделал невинное лицо но это могут быть последствия вернувшихся воспоминаний хотя даже интересно как ты поступишь в такой ситуации твой выбор поможет мне наконец узнать кто ты на самом деле так все хватит прекрати я могу оказаться обычным солдатом только пришедшим сюда из другого лагеря ты придумаешь мне фантастическую судьбу такую же фантастическую как и твое появление здесь в этом не было ничего особенного и все хватит я не намерен больше это обсуждать яков улыбнулся прищурившись у меня появилось едва заметное ощущение будто он наслаждается моей растерянностью или это очередная проверка а знаешь нема будь мы в другой вселенной я бы предположил предложил тебе сбежать вместе со мной мы бы отправились на поиски твоего потерянного я ты бы согласился я вновь растерялся яков выжидательно и загнул бровь пряча смущение яко шлинул в кулак почему ты предлагаешь это именно мне мы едва знакомы яков отвел глаза мы же теперь союзники ты поверил мне а я возможно буду стараться верить тебе я не понял его но переспросить не хватало смелости яков вдруг выпрямился в полный рост обхватил мое лицо ладонями и начал пристально его рассматривать я не шевелился но чувствовал как щеки стыдливо пылают знаешь нема кое-что в тебе остается лицемерным ты о чем твое лицо внутреннее содержание не соответствует внешности для такого серьезного характера у тебя чересчур милое личико я надеюсь что у нас сейчас не засосет а то знаете всякое бывает яков усмехнулся отпустил меня и взял в руки револьвер не произнеся больше ни слова он быстро вышел из костерянной оставив нас наедине со своими мыслями я выглянул в окно расцветало все получилось как в сказке первые лучи солнца вернули проклятие и два заметные трещины на мозге якова снова срослись не оставив на гладкой поверхности ни следа я нахмурился и некоторое время сердито смотрел на закрытую дверь ветка тихо постучала в окно и отвлекла меня от путанных мыслей после разговора с яковом я успокоился словно разделил с ним ответственность я больше не был один хотя он все еще не доверял мне а я ему мы с яковым теперь будем расследовать преступление вместе не развалится ли наш союз уже завтра никто не знал я запер дневник на ключ тихо вышел из костерянной и на цыпочках пробрался в спальню яков еще не вернулся одеяло свисало с ее кровати почти касаясь моей я тихо вернул в ольганку дневник одел ему на шею ключ и залез в постель все крепко спали я уставился на каркас кровати якова меня одолевали назойливые мысли и долго не получалось от них избавиться я то зажмуливался и представлял тело убитого то пытался структурировать известные о бернаде шульце факты но просто старался думать о чем-то постороннем бесполезно мысли о побеге вместе с яковым не давали покоя нет я не дезертир и никогда им не был а потом задумался а смог бы ли я самом деле согласиться на предложение я кого удалось бы нам что-то узнать обо мне ответа не было когда комнату залил оранжево-красный свет восхода меня наконец морил сон я плохо запомнил что снилось в памяти запечатлелось только как передо мной стоял выбор убить убить ли себя ради прошлого либо смириться и жить ради будущего я уже как-то говорил ну прошло но она ребят и прошлое вот продолжение следует я так понимаю что на этом и заканчивается у нас второй эпизод а третьего еще нет ребят следующий о не не все то что будет следующем эпизоде это нас не интересует не будем спойлерить потом сами все узнаем когда он будет подписывайтесь на канал комментируйте ставьте лайки всем пока